АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И он продолжил, собственно говоря, тему, потому что все те ректора, все те преподаватели, все те консультанты, которые с вами общаются, и я уверена, что каждый из вас, потому что по принципу подобия люди притягиваются. Так вот, все мы понимаем, что этот мир школы и мы все ученики. И ученичество – это позиция, правильная позиция в жизни. То есть, как только мы теряем позицию, почему у нас идут какие-то эмоции, чувства, переживания, ощущения травмы, ощущения себя жертвой, ощущения кого-то агрессором и так далее. То есть, это всегда идет от потери позиции. И каждый раз, причем интересно, что именно в нашем мире позиция, она всегда теряется. То есть, такая планета очень обычная. То есть, эта планета, в которой мы каждый выбираем осознанно эту позицию, а на автомате у нас стоит прямо противоположная. То есть, на автомате у нас с вами стоит претензия. Вы обратите внимание, что через какое-то время, так или иначе, у нас есть какая-то предельная. Да? Бывает такое у вас? Или это у меня как-то такое? Бывает. Бывает. То есть, мы все приходим в мир в Москву. Ни с того ни с сего вдруг какая-то облида, какое-то раздражение у людей. То есть, в этот момент их, если мы с вами не будем возвращать себя опять осознанно в позицию ученика, то вот этот процесс, который стоит у нас на автомате, он приводит к накоплению кармы. И когда карма накапливается во взаимоотношениях, мы начинаем чувствовать отчуждение с кем. Если у вас есть с кем-то в этой жизни отчуждение, это означает, что вы накопили карму. И поэтому наша задача с вами постоянно очищать, вот как бы постоянно, нет что такого, что вы убрались 10 лет тому назад и все, хватит. Да? Или там, ну ладно, не 10 лет назад, я утрирую. В прошлый понедельник вы пылесосили. Но вы опять накопились. Да? И если мы с вами не вентилируем не только помещение, но если мы с вами не вентилируем отношение, если мы их с вами не освежаем регулярно, если мы не проговариваем что-то, если мы не довосим ценности своего другого человека и не выслушиваем его ценности, и не находим точки соприкосновения, то карма будет накапливаться постоянно. И обратите внимание, что в конце жизни у людей так много накопленная карма, что, как правило, у них очень много претензий практически ко всем. И это сразу же отражается на лицах людей. Просто если идти по городу, то вы можете увидеть, что очень мало людей идет с ясным взглядом, с заинтересованными лицами. Вот как здесь они бегали все с утра. Когда чуть стало светать, я выглянула, я не подняла. Тогда думаю, все опаздывают на лекцию. Я реально подумала, что все опаздывают на лекцию. Но это через чур много опасно это бегать. А когда они потом руку опасывают, это уже… Я видела, с какими вы одухотвореными лицами бегали. Вот я каждое утро прогуливаюсь, медитирую и тоже вижу бегающих людей. С такими лицами бегут люди. Лучше бы они просто не бегали. Потому что это бедный организм. Потому что если мы сейчас с вами напряжемся, то соответствующие гормоны начнут выделяться. Соответствующие ферменты начнут выделяться. И то есть это мы бежим, вроде бы как оздоравливаемся, но на самом деле мы занимаемся активной интоксикацией организма. И вот наша эта склонность впадать в бессознательное состояние. А бессознательное состояние есть только два состояния. Осознанное и бессознательное. Вы наверняка слышали, что их много-много год надо понять свое бессознательное, коллективное бессознательное. Все психотерапии вам расскажут – это ваше бессознательное. И если вы чувствуете, что нет никакой силы справиться с этим бессознательным. Но интересно, что у святых нет бессознательного. ваше бессознательное. Как так? А потому что они все осознают. Даже если то, что у них выходит на поверхность и внутри то, что как бы непроявленное, они тут же начинают это осознавать. Но мы с вами просто являемся такими марионетками этого бессознательного. То есть если у меня из бессознательного выходит какая-то претензия на поверхность, да, я прям чувствую, у меня сегодня плохое настроение. Интересно. Когда человек говорит – я струн. Представь ему струн. Это не интересно. То есть это не чья-то ответственность вас настраивает. Это все равно, что гитарист выходит и говорит – у меня струн на гитару. Кто тебе? Голочник должен нам настраивать гитару? Я говорю – кто? То есть это ваша ответственность и это ваш инструмент. Тонкое тело – наш инструмент. Грубое тело – наш инструмент. И наша задача – все время настраиваться. И семья – это тот удивительный тренинговый центр, где нам постоянно проявляют наши бессознательные. Моментально. Сразу же. Поэтому это так замечательно, что вокруг нас есть люди. Потому что, ну, согласитесь мне, полтора часа тут, ну, в общем, небольшая сложность вот в таком настроении побыть, с вами пообщаться, ну, создать вам какое-то настроение. Ну, согласитесь, дома с людьми, с которыми вы 24 часа в сутках, да, вы не можете произвести впечатление дешевых, правда же? Потому что они вас видят круглосуточно, они знают все напередок. И поэтому мне очень понравилось, как Вадим Дунеев, это один из духовных учителей, его духовный пример памяти Демьянов И.С. Макарадыч, он сказал, что прежде чем идти к какому-то псевдопсидотерапевту, спасите его мужа или жены, и имеет ли смысл идти к нему. И сразу же вам скажут, о, только не к нему, вы что? Ему же самому лечиться надо. Потому что нас близкие, нас очень хорошо знают. И поэтому это так замечательно, что у нас есть семья, где мы способны видеть себя такие, какие мы есть, беспрекрасные. И в семье мы с вами не просто получаем понимание себя. Наука самопознания познается не то, что я вот сяду и буду размышляться. Это тоже хорошо. Но наука самопознания познается во взаимоотношениях. В долгосрочных, близких взаимоотношениях это единственная возможность познать себя. Потому что именно эти отношения, они нам зеркалят со всех сторон увеличительные стекла и зеркала. И вот таким образом мы познаем себя. Поэтому, если вами кто-то недоволен, это замечательная возможность для познания себя. Не для того, чтобы отодвинуть его куда подальше, а для того, чтобы понять себя к нему. Это как я так общаюсь, что человек вот так напрягается? Это что я такое делаю, что у него сейчас такое лицо? То есть мы вот таким образом изучаем себя. Но помимо этого, помимо того, что семья надо нам для того, чтобы мы познавали себя, подумайте, пожалуйста, почему в семье, ну вот как вчера говорили, что без боли ржать, без боли уходить, да, есть в высших мирах могут рождаться, как и здесь, кстати, были такие примеры в истории, они рождались сразу и сразу начинали расти и доходили до возраста шаханских лет. Моментально, прямо на руках. Но как вы думаете, а почему у нас с вами дан такой опыт необычный в семье? Что обязательно к нам приходят какие-то, и мы с вами, кстати, когда приходили в свое время, абсолютно беззащитные. Абсолютно беззащитные перед этим миром и вся семья что-то такое делала, чтобы мы с вами отследили. Итак, мы с вами получаем опыт сначала сами быть беззащитными и доверять. Потом мы с вами получаем опыт как быть маленьким, да? Недавно интересный эксперимент проводил в Англии. Несколько семей, у которых были испорченные взаимоотношения с детьми, на ними привели такой очень интересный эксперимент. Их поселили в комнату, где все было сделано таким образом, как если бы они были маленькие. То есть вот, например, у меня внучок, он вот такой, да? То есть для него стол, он вот так, да? Стулья тоже большие. Люди, ну заходили их консультанты, на ходули такие огромные высокие люди. То есть весь мир, он совершенно других размеров. И вот интересно, что когда они пожили, выключатели, знаете, надо за ними еще прыгать на эти люди, выключатели, стул притащить, чтобы залезть куда-то. Вот, и им проявили этот мир, и они жили несколько недель вот в таком состоянии. И потом они говорили, что они когда вернулись к детям, они вообще в другом, ну просто вот, даже ничего не объясняли, просто вот так сделали. Они пришли, они говорят, мы поняли, что у детей другой мир. Интересно, что мы этот мир забыли, мы дети живут в этом мире. Я помню, я недавно приехала в Подмосковье, где я росла, и думаю, почему вот мало? Раньше там было много всяких божьих коровок, стрелков, бабочек. Очень много было. Потом я легла, мне нравилось слышать в высокой траве, я легла, брежем и славу, все два размера, и смотрю, ну, бог, пока что много. Просто на моей высоте я уже их так не замечаю. Но когда я маленькая, то этого много, там многое зачем наблюдать есть. Например, скомканная газета. Вот если скомканная газета лежит на дороге, то взрослый человек говорит, фу, как? Ребен, но у ребенка это никак. Представляете, ветер дует, и это начинает вот так вот размахивать. Представляете, это дракон, или это таинственный летательный аппарат, вы помните, у вас ощущение мира был с другой? Была какая-то тайна в этом мире. Во всем была тайна. Я помню, когда первый раз я услышала, что земля круглая, я так обрадовалась. Я была вообще такая маленькая. Я взяла, у меня была такая, сейчас помню, маленькая, такая, собачек, и я подумала, если я буду копать ход, то я непредятно попаду в Америку, и я вам скажу, что вообще, что мы не такие плохие. Я просто захотела им пожать в руку, американцы, и просто рассказать, а чего, почему у нас такое противостояние? Почему вообще вы загниваете? Что за выбор такой странный, загниваете, да? И почему вы на нас плохо понимаете? И вот я каждый день копала, все сложнее и сложнее было, но у меня была такая цель, и потом я, мой двоюродный брат, у меня был уже постарше, он сказал, как ты уходишь каждый день? Я говорю, ну, только обещание там мне говорить. Ну, давай, обещай. Я говорю, я копаю ход в Америку. А он говорит, ты глупая. Я говорю, почему? Потому что там магна. Ты только докопаешь до магна. Я там построилась, как магна. Там магна, там еще и дрёв. Я поцелую в школе. Ты же туда никак не докопаешь. Я сильно расстроена. А я сегодня сбоку копаю. А парни. То есть здесь все равно есть какая-то фондация, что можно как-то обойти, что-то такое сделать. Я уверена, что у каждого из вас было что-то такое необычное в детстве. Какие-то вылетательные аппараты наверняка строили, или что-то такое. Даже в войнушку играли, все такое было необычное. Это тоже был период в жизни. Потом период был учёб. Потом был период студенчества. Потом был период, когда мы ходили замуж и вылись. Потом растили детей. Потом начали стареть. Кто-то уже состарился. И потом нам предстоит уйти из этого дня. И вот в семье каждый находится в своём периоде. И каждый период, у каждого периода есть какая-то своя задача. И вот взаимоотношения всех людей внутри семьи, это удивительно. Как вы думаете, зачем нам дан опыт приходить беспомощными? Для чего, как вы думаете? Учиться доверять. Учиться доверять. Учиться доверять. Учиться доверять. Учиться доверять. Учиться доверять. Вы просто сидите и думаете, что вы говорите вообще? Как только у нас появляется оценка, мы с вами очень сложно постигаем что-то новое, открываемся. Но ребенок, он максимально открыт. Почему детские травмы, они длиной на всю жизнь? Потому что там максимальная степень открытия. Почему так важен человеку учитель духовный? Потому что именно перед духовным учителем мы становимся опять максимально открытыми. Мы уже осознанно, там у нас было бессознательное доверие. Потому что мы были настолько беззащитны, что нам аж что оставалось делать. Только доверие это все равно рабочее. Мы ничего не могли сами. Но теперь, когда мы с вами становимся взрослыми, нам очень важно начать осознанно доверять. Проверять. Ну, сразу попроверять. Доверчивость и доверие – это две большие разницы. Доверчивость – это детское качество. Как правило, доверчивость основана на идеализации и заканчивается навсегда, 100%. Это зачарование. Если вы в ком-то разочаровываете, которому, как вам казалось, вы доверяли, вы просто были доверчивы в этих ситуациях. И просто идеализировали человека. И нам надо с вами просто встретиться в реальность. Друг с другом. Итак, я сейчас хочу вас попросить. Поверните, пожалуйста, к вашему соседу. То есть, может, вы поменялись местами, и у вас уже будут новые соседи. Найдите себе этих соседей, с которыми вы еще не совсем познакомились. Спасибо. 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 Я вообще поняла, что самая большая, как всегда, вам разрешают в день-два повернуть. Еще даже ничего не сказали, но лучше столько разговоров есть, если развиваться, да? И это на самом деле очень важно. Потому что, если мы все время видим только затылки друг друга, то что это за весело, правда? Мы должны общаться. Я видела, как вы сегодня по спинам друг друга колотели. Это здорово. Поэтому на семинарах тоже важно поворачиваться друг другу, общаться. Вы уедете отсюда 100% большой семьей, все вместе. Не теряйтесь друг друга, хорошо? Значит, сейчас вам нужно будет сначала какое-то время поработать с самими собой. Мы сейчас с вами отправимся в путешествие. Сначала вы это путешествие проделаете один, а потом вернетесь к своему соседу. Поехали. Кстати, поднимите руку, кто не нашел себе соседа. Есть ли? Пару, да. Поднимите с собой руку. Раз. Вон, увидите, пожалуйста, друг друга. Вот две девушки. Парень там еще поднимал руку. Поднимите. Вот тоже парень. Увидите, пожалуйста, друг друга. Вы увидели здесь? Ага, очень хорошо. Вон, 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 вон. Парень красный курточка. Вы оба даже с бородами. Это тоже очень интересно. Спасибо вам большое. У вас очень открыто. Это мы так обрадовались, да? Что встретились? Спасибо. И мы, вообще, порадовались, что вы нашли рядом друг другу. Давайте все. Это было славным. Удивительно тепло, Рождественная, удивительно. Я вас в своем сердце увижу. Сейчас я поеду в холодную льву. В прошлый раз, когда я была в ветве, это было очень такое для меня испытание, потому что видно, что каждый сам по себе очень добрый такой человек, но он так глубоко сидит внутри себя, что контактировать очень сложно. И приходилось очень-очень много отогревать, чтобы люди так легко поворачивались, и вообще можно приезжать. Жаль, что я уезжаю, но мы тут такие с вами эксперименты проводили, потому что такая вот деда живая. Я ж пойду греть сердца литовцев. Но я непременно вернусь к вам. Спасибо большое. У меня путешествие. Мы с тобой не можем безомного у нас столько быстрее делать. Итак, мы сейчас с вами отправимся в путешествие вглубь своего сердца. Многие люди любят путешествовать. Поднимите руку, кто это путешествует? Мало кто путешествует. Но мало кто путешествует вглубь своего сердца. Сердце – это страна. Коктейль назовите. Ваше сердце особенное. Сейчас вам нужно будет подумать. Эта работа продолжится. Сейчас мы только ее начнем, а потом она у вас еще будет глубже происходить. Подумайте, пожалуйста, какая это страна у вашего сердца? Визовый режим как у вас, да? Строгий. Можно к вам легко попасть в сердце или ой-ой-ой. Там надо кучу документов и так далее, отпечатки пальцев. То есть вы очень долго проверяете человека на благонадежность, впустить или не впустить. Теперь, когда вы впускаете в вашу страну сердце, да? Что потом происходит? Легко ли вы депортируете оттуда? Персона Монграда. Хоп! Все. Или как одна девушка писала, у меня очень много людей живет на выселках. У нас есть институт рекламы духовной технологии, есть заоченное отделение. Сразу и сразу обучаются в институте. Здесь есть девушка из этого института. И у них было задание по гарантии сердца. Нужно было понять, что у меня за сердце, как оно там, вообще густо ли населено наша страна? Или там вообще вот, знаете, пустыня не хорина. Как одна женщина писала, у меня, я поняла, у нас Северная Корея. Туда вообще не попасть и оттуда не быть. Очень интересно про размышления вот на этой страной вообще о сердце. То есть, как, действительно, как туда люди попадают. Что вы потом делаете с жителями сердца? Вот, посмотрите, какое общение у вас происходит. Как одна женщина писала, что я поняла, что у меня такая прекрасная страна такая. Она очень красивая, бесконечно красивая. Люди там тоже очень красивые перед живут. Правда, говорит, одна семья живет очень далеко. Это, говорит, семья моего племянника, говорит. Они живут, они живут, я знаю, что они живут, но я к ним не прихожу. Вот. И они к ним не ходят, но я, говорит, так за ними наблюдаю. Вот. И, говорит, в отдельном прекрасном доме в моем сердце живет Бог. Я к нему туда захаживаю. И мне нравится, говорит, да. Ну, в общем, такая вот я хозяин красиво. Я просто потом спросила. То есть, правильно я понимаю, что Бог у тебя в гостях? Она говорит, ой. Я живу там. И мы трогируем все. Кого заселять, кого заселять. Он у меня там живет. Я ему позволяю там жить. В то время как тут же написали кучу других студентов. Так у меня вообще никто ниже там дам. И я его даже не обозначила. Вот это очень интересная вещь. Поэтому сейчас вы будете как нарисовать. Нарисуйте не для того, чтобы кому-то понравиться. А реальности, как есть. Вы же это делаете для себя. Правильно? Реально. Кто живет в сердце? И вам нужно будет нарисовать свое сердце. Может быть, оно будет вот таким. Может быть, оно будет вот таким. Я не знаю. Это ваше сердце. Как мы, знаете, проводим... У нас есть школьный проект. И мы проводим занятия со школьниками. И очень интересно школьникам, когда задаешь вопрос в сердце. Вообще, вы думаете, что ей хорошо? Она просто спит или ей нехорошо? Видимо, хорошо. Вам хорошо или нехорошо? А? Мне хорошо, чтобы вам рассказать. Вам хорошо. Главное, что вам хорошо. Ну, иногда мне хорошо. Надо поспать. Главное, чтобы не было хлопа. И вот, когда я у школьника спрашиваю, чем пахнет ваше сердце, и один мальчик сказал. У меня мое сердце не пахнет ничем, потому что оно металличесное. И у меня, говорит, оно тяжелое. И когда с ними потом проводили целую, такую, знаете, терапию со сердцами и так далее, в конце он сказал, мое сердце пристало металлическим, а то теперь оно пахнет жареной картошкой. Видите, они выключили. Вот. И сейчас вам нужно будет нарисовать очень быстро, я вам даю на это пять минут, жители вашего сердца. Напишите название этой страны. Придумайте. Расскажите, о какой режим в этой стране? Например, у нас монархия, я королева, да? Как одна женщина сказала, у нас монархия, но когда мое сердце – это мой любовник. Он управляет моим сердцем, я, говорит, там живу тоже на выселках. Он, когда захочет, приходит, когда захочет, уходит. Ну, вот такое интересно. Значит, дальше напишите, насколько населенная ваша страна. И вот тут вот напишите, например, предположим, это вы, у вас есть, предположим, муж. И нарисуйте, какие у вас с ним взаимоотношения. Если у вас отношения открытые, то нарисуйте какой-то знак. Предположим, тут мама. И предположим, вы с ней в таких не очень отношениях, а она на вас, предположим, давит. Как-то вы для себя это нарисуйте. Чтобы вам было понятно. И вот таким вот образом вам нужно будет нарисовать жителей вашего сердца. Я думаю, пять минут даже этого мало. Десять минут. Семь. Потому что времени не так много. Пожалуйста, начинайте рисовать. И следующий момент. Не начинайте, еще одну секунду. Смотрите. Ведические писания утверждают, что если вы будете различать три типа взаимоотношений, и если вы будете правильным образом строить взаимоотношения, взаимоотношения нужно научиться различать старший, равный и младший. Вот все отношения, которые вы нарисуете внутри своего сердца, кстати, там же друзья, все или только в вашей семье. То есть всех, кто блестил. И интересно, что еще один секунду я открою, что внутри сердца живут те ноговые обижения. Это сто процентов. Потому что вы не можете их выкинуть. Забыть. Итак, напишите, пожалуйста, и обозначьте, например, муж. Кто он вам? Старший, равный, младший. Следующая формула, которую вам нужно будет запомнить, это самолеты на разных высотах не сталкиваются. Запишите, пожалуйста. Например, мама, она кто? Старшая, младшая, равная? Очевидно. Вы все говорите, что это старшая. Если вы сталкиваетесь со старшими, начальник, он кто? Старший. Старший. Правительство кто? Старший. Нравится нам это или не нравится? Теперь, если вы сталкиваетесь со старшими, скажите, пожалуйста, так как самолеты на разных высотах не сталкиваются, а они старше, что означает это? Неправильное движение. Неправильное движение. Чьё? Нашим. Где вы это? Высоко. Скажите, пожалуйста, так как мы с вами помним, что мир это школа, а я в ней ученик. Скажите, как нас жизнь будет учить, чтобы наш полет снизился? Унижать по голове. Унижать будет. Пить по голове. Абсолютно неправо. Понимаете? И мы можем увидеть, что жизнь меня унижает каким-то образом. Какие-то дурацкие ситуации создаются, где я в дурацком положении. У меня все время с пьедестала спихивает сама жизнь. Да? У меня в работе что-то происходит и так далее, и так далее. И если у меня это происходит, знайте, что в моей жизни есть нарушение взаимоотношений со старшими. Как эта патология называется? Я высоко. Гордыня. Гордыня. Совершенно верно. Итак, во взаимоотношениях со старшими моя болезнь называется гордыня. Лечат меня от гордыни, вы уже показали, как меня вниз. Скажите, пожалуйста, чему же я обучаю взаимоотношения со старшими? Смирением. Смирением. Совершенно верно. Мой урок. Вы вчера с вами говорили, что у каждого из нас есть расписание занятий. Да? Говорили? И если у меня по расписанию занятий, так, Иванов, расписание урок смирения, что делает со мной? Как это не странно, почему-то старшие на меня начинают наезжать. Потому что Господь есть в сердце каждого человека. И это он говорит, так, ну-ка иди с ней сегодня, поговори особым голосом. Иди посмотри на нее сегодня особым взглядом. Потому что у нее урок, у нее контрольное. Если мы с вами это понимаем, то мы смотрим совершенно по-другому. Итак, с равными. Равные. Вот это как раз та высота, где мы не полное право сталкиваться. Да? И с равными мы учимся, как вы думаете, чему? Сотрудничеству. Совершенно верно. Открытости, сотрудничеству и спонтанности. Вот со старшими мы должны очень серьезно подумать, каким том нам сказать, как посмотреть и далее. А с равными мы это делаем. И разрушает отношения с равными фабильярность. То есть, когда мы забываем, дистанция уважительная всегда должна быть даже друзьями. Итак, сотрудничество. А если у меня не получается сотрудничество с равными? Конкуренция. Конкуренция. И это зависть. И с младшими, по отношению к младшим, чему учимся? Щедрость. По отношению к младшим, мы отдаем. И никогда не будем получать замену. Только по большому. Ну, как бы, когда младший подрастет. Ну, то есть, вы не можете ребенку маленькому сказать, да сколько я могу тебе вообще передать тут вообще? Сколько можно? Не может, он будет передать вообще или не будет? И даже, когда вы говорите, но уже выдаст, он должен. Ничего не должен. Секрет этого мира заключается в том, что если вы делаете бескорыстно, закон сохранения не существует. Они вам будут естественным образом отдать. Но тогда, когда мы требуем, если мы требуем с младших, требуем. Скажите, пожалуйста, какое качество внутри меня? Я должна давать, а я требую жадность. Итак, младший – это щедрость или жадность? Сейчас, когда вы будете рисовать карту, в скобочках подписывайтесь, старше, и рисуйте. О, оказывается, тут мне надо жадностью поработать, удобнее надо гордостью поработать. Нарисуйте везде, где есть отношения, с которыми вам нужно поработать. Отметьте для себя. Пожалуйста, у вас есть время сейчас поработать с самим собой. Если у вас есть какая-то такая мягкая инистративная музыка, можете поставить ее. Вопрос был «Можно ли вписывать ушедших? Если они в вашем сердце, то да». Вопрос был «Можно ли вписывать ушедших?» Если они в вашем сердце, то да. Мы заговорим на его «Можно ли ваку場р» и вписывайтесь на мой канал. Кор dollars за открываем успех. Папа – ему какое-то, насколько хорошим образом Так, теперь вам нужно будет повернуться к вашим соседям, и вам нужно будет рассказать немножко о вашей стране, вашего сердца. Причем, расскажите, пожалуйста, знаете, как? Хотя вам вообще об этом говорить не надо, у вас такие лица живые, потому что иногда, я просто говорю, что если вы будете губнить что-то, никто ничего не поймет, и сердце надо озвучить сердечно, поэтому, пожалуйста, расскажите сердечно о стране вашего сердца, хорошо? И на этом у вас есть 3 минуты в одну сторону, ну 4 минуты, и 4 минуты в другую сторону. Я экономлю время, потому что я еще хотела бы пообщаться с вами. И расскажите, какие задачи стоят у вас, как у жителей этой страны, хорошо? Ну что, не поблагодарите, пожалуйста, вашим соседникам. Вот, если кто-то каким-то образом остался причастен к вашему сердцу, я видела, как мы искренне открывались между другом. Кто-то тоже багал, кто-то обнимал друг друга, кто-то не может прямо сейчас остановиться. Эта работа у вас продолжится, и на самом деле работаю сердцем. Сохраните это. Вы увидите, как вы будете меняться, и может быть даже к концу фестиваля посмотрите друг в вашу сердца, и вы увидите, что что-то в ней поменяется. Но когда вы вернетесь к ней через полгода, вы увидите, что ваше сердце будет меняться. Пожалуйста, возьмите внутрь себя вот это понимание. Все мои взаимоотношения нарушены только по одной причине. У меня неправильная позиция по отношению к этому человеку. И если я поменяю позицию, не он должен меняться, мне преподает этот друг, поэтому моя позиция неверная. И что бы вы мне не рассказывали, я знаю, я ему столько делала, а вот теперь, там, и так далее. Просто настроенное отношение означает, что у меня неправильная позиция. Все. Поэтому это и есть позиция ученика. Поэтому с позиции ученика уже боль не уйдет, боль еще пока останется, но уже будет возможность трансформироваться. Запишите, пожалуйста, большими руками. Никогда не будет по-моему. Чаще теперь говорите. Никогда не будет по-моему. Никогда не будет так, как я хочу. Но всегда будет интересно, если я позиция ученика. Даже если у вас будет болезненный урок, потому что боль составная частью в вид. Нам нужно научиться проходить боль. Нет ни одного человека в этом зале, кто не подходил бы опыт боли. Если у вас такая распрекрасная карма, и вы еще не проходили, успокойтесь, это пройдет. Хорошая карма заканчивается. Если прямо сейчас у вас столько боли, что уже больше терпеть невозможно, успокойтесь, и это пройдет. То есть колесо времени, оно все время вот так поворачивается. И время — это воля Бога. Все те люди, которые стоят передо мной, и иногда, мне кажется, они нависают надо мной, ситуации, которые в жизни моей приходят, это воля Бога. И эта воля ведет меня только лишь к одному. К тому, чтобы я научился любить. Все, нет другой задачи у Вселенной. И на это математически точно направляются те люди, которые, как мы вчера сказали, знают все ваши смолы места. И они как снайперы. Моя жизнь полна снайперов. У них оптические прицелы. И они пьют мою лужу, мою лужу. Вот и все. И самое болезненное внутри нас — это наше лужное. Это наше понимание. Я — мне, мое. Это единственное, что нас отгораживает от любви. И если у нас есть боль, ныряйте в эту боль. Смело ныряйте на дне любови. Если у вас страх, ныряйте в этот страх на дне любови. В глубине всего. До тех пор, пока у нас нет чувства полноценности, у нас с вами будут очень плохие отношения. Вообще опасно выступать это по отношению к человеку, у которого есть комплекс неполноценности. Откуда мы берем полноту только во взаимоотношениях с полным целым? Поднимите в этом зале руку, кто должен сказать «Я и есть полное целое». А вы на самом деле есть полное целое во взаимоотношениях с полным целым. Потому что мы его неотъемлемые частички. Но если эта связь разрывается, мы моментально, в эту же секунду начинаем к комплексу неполноценности. Комплекс неполноценности проявляется двумя комплексами. Комплекс превосходства и комплекс неполноценности. Это одно и то. Переводки же. И поэтому в отношениях с кем-то у нас есть либо превосходство, либо волноценность. Поэтому вот во все эти отношения, где особенно у вас болезненные отношения, добавьте туда плюс. Назовите его так, как вам хочется. Кто-то его называет Бог, кто-то его называет Высший Разный, кто-то его называет Аллах, кто-то его называет Иисус. Ваши отношения в эту же секунду, как только вы добавляете туда, они начнут меняться. Потому что вы спросите у того, кто стоит за всеми, с такой хитрой губочкой, с таким ожиданием, трансформацией. Что ты хочешь, чтобы я проявилась хорошим? Не что он хочет, не что она хочет, а что ты хочешь. Ты же что-то ждешь от меня. Ты же создаешь эти ситуации. Что ты ожидаешь от меня? Да будет воля твоя. Вот это и есть выход за пределы своей матрицы. Скажите, пожалуйста, какие у вас были открытия, когда вы рисовали страну своего сердца? Когда вы рассказывали, может быть, в момент откровения у вас какие-то приходили? Немножечко мы с вами об этом поговорим. Да, пожалуйста. Игра, пожалуйста, прошу вас. Бабки, спасибо вам большое за информацию. Как вы говорите. Как вы говорите. Самое откровение были и в момент рисования, и в момент общения с партнерами. Потому что оказалась одна проблема, одинаковая. Смотря на то, что мы и разного возраста с надеждой, и разные какие-то семейные положения, тем не менее, абсолютно одна проблема. Я, допустим, нарисовала в среднем сердце себя, и моего сына, и огромное черное озеро. То есть это озеро, я не знаю, как его возможно высушить или нет, но я бы очень хотела как-то убрать между нами. Потому что, несмотря на то, что цены безусловны, любовь и приятие полностью у меня такой, как и есть, но с моей стороны невозможное давление. И если это жадность, то у меня это, конечно, открытие. Я спросила большое вам, потому что я это понимаю сейчас. Потому что все, что было до этого, мне казалось, что это просто некое лечение моей фидерализации. Там, потому что вчера говорили про тренинг. Вот у меня очень тренированный тренинг прошел сам где-то там какой-то, как меня учить, потому что это вообще вот... Ходил, приходишь в столовую, да, садишься, человек ест так, ему 13 лет через месяц. Ест так, как будто вот ему 2 года. Все соседи могут быть в каше, я, там, вообще, все стулья, все на свете. Вчера вот они с детьми играли, я прихожу домой, вас послушаю, всех послушаю. Думаю, сейчас приду, я же уже тренированная, я же все спокойно, спокойно, когда я еще прихожу, у меня как бы рапеська перед порогом. Здесь лежат в куртке, в песке, на кровати, ботинок нет. Я, честно скажу, и не смогла, шутка нести. Шутка нести. Шутка нести. Шутка нестанчивая. Шутка нестанчивая. Шуток нестанчивая. Понимаете, сколько он у меня тренер? Я говорю, что он у меня был тренером. Это специаль. Это дуракат. Дуракат, когда-то ходит. Я желаю вам, чтобы в этом озере поселился тот, кто способен даже в темном озере проявить самые яркие силы. И когда мы через него начнем общаться с сыном, это уже он его подготовил. И вчера он забрал всех соседей вам за стол. Вот если мы так смотрим на этот мир, ну он очень прикольный. Ну серьезно. Вот, например, я прилетела четыре дня тому назад в Краснотар. Прилетаю, и Сергей Аваков, он всегда меня встречает, и у нас с ними такое сокровенное время, когда мы едем, и два часа у нас здесь пообщаться. Тут я выхожу, Сергей Аваков, нет. Ну думаю, зашился на Шаршава Манашвили, скоро приезжает. Думаю, зашился к подготовке фестиваля. Ну и смотрю, думаю, в том же меня точно встречает. Ну и смотрю, помогу человеку. Вот как у нас встречу. Здравствуйте, Марина. Я говорю, Марина. Вольпенко, я говорю, Вольпенко. Я говорю, садитесь. Я села. Еду. Едем к ней. Дальше пишет смс. Ты едешь? Я вешу. Еду. Я еду. Еду, еду. Вдруг сорок минут поехало. Вдруг звонок. И я слышу, вдруг кричит женщина. Вы же обещали меня встретить. Он говорит, я вас встретил. Вы? 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 Кто? Она говорит, это Марина. Я говорю, вообще? Вы кто? Я говорю, Марина. Она говорит, может ли ты? Я говорю, ой, блядя. Она говорит, а я правда кто? Я понимаю, мне так смешно. Я понимаю, что, ну, значит, я говорю, а вы что просите, там, значит, Сергей? Я пишу, разманю Сергею Витанчику. Он говорит, сколько ты можешь ехать? А он думает, что я с самолета на этом троллейку себе на 40 минут. Я говорю, я уже еду, уже бог не знает где я ехаю. В общем, это была такая смешная теория. Я понимаю, что бог за этим стоит сто процентов. И он ей звонит, этой девушке, и говорит, вы Марина? Марина, вы хотите, я ваш год? Я говорю, кто? А он говорит, я такой кавказский парень. Я так не выйду. В общем, короче, он ей любит выйти. Ну, я же понимаю, что это все бог устраивает, да? То есть, и вы просто смотрите теперь, что будет за этим стоять. То есть, я, конечно, могу разозлиться, да? Или еще что-то могу сделать. Но могу понять, что? Оказалось, когда он приехал, а, он говорит, слушай, он тебя завезет там, ну, это очень тонкая история, да, у меня тут какой-то мост завез, там, в итоге тебя таксист встретит, в итоге меня таксист не встретил, потом нашел таки таксист, и мы едем с таксистом, едем, 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 он говорит, мы едем в Краснодаре. Я говорю, минутку, блин, это просто откуда? Вот. А, оказывается, это Марина, которую встретили. Она, оказывается, психолог. Так что, если бы он меня спросил, Марина, психолог, я бы сказал. Нет, психолога. Она оказалась из Саратова, и он говорит, а вы слышали о этом проекте «Психология для ее защитников?» Нет, говорит, не слышал. Он ей подарил диски, подарил лекции. Представляете, то есть Бог устроил эту встречу ей. Они познакомились прекрасно, но у меня он сказал, ну, извини, пожалуйста, ей надо познакомиться. Вот сейчас Сергей Витальевич, он будет сами. Но теперь дайте в другой трассе. Вот. И если мы с вами вот таким вот образом смотрим на мир, вы поймите, что мы живем с вами, не верим в Бога, но живем как будто неверующие. Понимаете, мы его, ну, он как вот в церкви еще где-то, он свечки любит, да? Еще. Задистки любит, да? За упокой и застраду. Но как будто в аэропорту его он может быть, понимаете? Но он на самом деле везде. Вот он сейчас здесь, как вы думаете вообще, что он сейчас чувствует, как вы думаете? Радуется. А у него с вами со всеми свои отношения. Кому-то он удивлен. Наконец-то она по мне слышит. Он живой. Я живой! Я живой! Он живой! Почему-то он думает, что мы живы, а он не живой. У него нет своих чувств. У него все есть. И он с вами общается через всех родственников, через все. Если мы так с вами будем, он даже будет проявляться во всем, в смерти тоже. Понимаете? Вот вы увидите его абсолютно во всем. И это и есть самый потрясающий опыт в жизни. Потому что мы пришли с вами сюда за ним. Открыть наши с ним взаимоотношения. Не просто то, что он есть, ну и что. Но отношения. И вот когда мы с вами построим эти отношения, в момент ухода мы будем думать о нём. Потому что мы будем благодарны ему. Скажем, ты сколько мне подарил. Я хочу тебя увидеть. Я хочу вот так с тобой пообщаться. Я просто соскучен. Я хочу тебя увидеть. Потому что вы научитесь строить отношения с семьей. Потому что он глубокой семьей. Он не одиночка. Такой ночнушки на небесах. Он вообще рисует вещи. Так что крутит этот мир. Да? У него такая параллойя. Баттерик край. Баттерик край. Да? Дает этот шанс. Да? Ну представьте себе. Да что это бомб такой-то? Вы даже даете кучу шансов в своем листе. Да? Но он только один. А потом он говорит. Не получилось. Баттерик. Он должен его полюбить в таком случае. Ну сами подумать. Но нереальник. Нереальник. Но у него удивительное чувство юма. Потрясающее сострадание. Потрясающая любовь. И единственное, что он хочет, чтобы мы с вами вспомнили, как любить. Потрясающее. Для этого он высылает нам. Потрясать надо. Вот когда мы это помним, то у нас мы перестаем быть в претензии на отношения. Наша задача избавиться от претензий всего. И стать учеником имени. Поднимите руку вообще. Честно сказать, но нужны тренингарки. Так, что-то вот так. Может у каких-то тренировок такие присылают? Пришлю похлеще. Понимаете? Обязательно пришлю. Там нет дефицитов тренера. Изощренники. Поэтому оставайтесь на своих местах. И просто питайте эту благодарность тому, кто здесь. Вот они уже прислали. Вот все, кто вокруг нас, это спецвыпуск из «Белетного ментилярия». У нас всего осталось 10 минут. Пожалуйста, какие у вас есть за 10 минут, я отвечу на блиц-блиц-блиц-вопросы. Можно? Да. Как максимально точно поменять? В чем это? Максимально точно, но я рисовала. У нас никак много урока в этом есть. То есть, у нас нужно научиться освободиться от своего эгоризма, от чувства «я не мое». Если я думаю, что мой муж – мой, то я хочу его контролировать и наслаждаться. И поэтому со своим начальником я буду подбирать слова. А к нему я говорю, ну и чё? Ну попробуйте так сказать вот к любому. Мы почему-то проявляем распоясанность и взаимодействие. Нам нужно учиться культуре, делегатности, пониманию места, время обстоятельств. Разум – это тонкое понимание чувства мирных. Вот чему нам нужно учиться с вами в семейных пищевых. Так, следующее. Так? Как только в общении ищите общение с людьми, ищите общение с теми, у кого это получается. Например, если вы хотите научиться водить машину, вы будете искать водителя, правда? Если вы хотите научиться терпению – ищите терпеливо. Если вы хотите научиться щедрости – ищите щедрость. Нам нужны, всем нужны уходные учтые. То есть, если реально вы будете как бы раздражать, наладиму уйти и усилие? Нет. Нужно оставаться в отношении… Нужно обойти тому человеку, кто не раздражается, учиться у него. Нет, больше сохранить, больше сохранить. Вам этот человек дам. Поэтому вам нужно, внутри находясь этих отношений, начать читать истории про терпение. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не видел фильм «Махабхарта-2013». Вау! Прямо запишите большими буквами «Махабхарта-2013». Вконтакте. Я вам напишу. Это вам будет учебник. По всем качествам. «Махабхарта-2013». Я вам даю гарантию, что через этот фильм вы научитесь многому. Мало того, вот, например, мои студенты, они делают контрольные работы по этому фильму. И я вам даю гарантию, что если вы возьмете себе тетрадку и будете выписывать мудрые мысли оттуда, размышляйте над этим всем. Вы окончите университет по семейным взаимодействиям. И всем своим близким рекомендуйте смотреть этот фильм. А еще лучше смотрите его с детьми. Потому что ребенок будет ваш учиться. Вы себе не представляете, как меняются дети, когда вместе с родителями смотрят этот фильм? Да без разницы. Всем будет интересно. Поверьте, всем будет интересно. Следующий вопрос. Пожалуйста. Жить сердцем, пожалуйста, послушайте меня внимательно. Жить сердцем – это не что-то сентиментальное. Г浄инское, понимаете? Люди боятся? Жить сердцем – это занять позицию ученика. Жить сердцем – это означает, что мне «никто» ни чего не должен. Жить сердцем – «по-моему» не будет. Жить сердцем – означает «время – это воля Богом». Жить сердцем – означает «я очень любитель». Все. Вот это позиция. Каждый раз, каждый раз возвращайтесь в эту позицию. И это никогда не встанет на автомат. Никогда. То есть на автомат опять будет урезать твои. Я заслуживаю душу. Опять себя на место. Это практика. Помимо этого, каждый человек для того, чтобы жить сердцем, сердце это посольство духовного мира. Поэтому нам нужно всем научиться медитации по этой практике. Искренне. Не ритуалу религиозному, а искренне медитацией. Поэтому здесь очень много учителей на эту тему. У вас есть замечательно целых две недели. Представляете? Вы в самом лучшем месте для того, чтобы обучаться. Поэтому вы сейчас расслабьтесь. Первое. Не торопитесь. Потому что если вы будете думать, что мне надо везде успеть, вы нигде не успеете. Вам нужно приходить и погружаться в то, куда вы пришли. Просто погружайтесь. Задавайте вопросы. Интересуйтесь. Общайтесь друг с другом. Обсуждайте трудности друг с другом. И через две недели вы выйдете отсюда полностью трансформированы. Но, когда вы вернетесь на свои места, вам нужно будет найти сообщество людей и продолжить подобного рода общение. Слава Богу, есть клубы благости, есть клубы психологии третьего тысячелетия, есть институт прикладных духовных технологий. Чего только нет, просто вам нужно искать. Ищите, потому что человек... У меня был семинар, который только что в Москве, назывался «С кем как идешь, да так тебе и надо». Мы очень быстро пропитываемся настроением. Поэтому вы отсюда приедете, и вам будет казаться, что вы приехали с другой планеты. Во-первых, не спешите людей переделывать. Хорошо? Потому что это называется насилие. А мы с вами практикуем архивцию ненасилия. Поэтому, и с другой стороны, не чурайтесь людей. Мера, большинство мера. Если вы чувствуете заинтересованность, скажите, ну немного, а чтобы у человека опять интерес. Знаете, не перекармливайте. Кормите ему по чуть-чуть, по чуть-чуть, и ищите там, где вы будете тоже кормиться. Вот, то есть, вот это то, что нам нужно сделать. Еще есть время на один вопрос. Да, вот мужчины, давайте дадим возможность. У вас одни женщины. Пожалуйста, кто и для чего подтвердяет ювенальную юстицию? Ой, это тяжелая тема. На самом деле, кто и для чего подтвердяет ювенальную юстицию? А что это? Ювенальная юстиция – это когда дети имеют право заявить, что вообще вы его воспитываете неправильно, то есть на вас в суд подать и так далее. И по слову решить отцовских прав, материнских прав, как знаете, даже особого суда не надо. То есть комитет ювенальной юстиции решает этого вполне достаточно. Вот, и сейчас это нормально. Это, на самом деле, желание разрушить семью. Есть такое понятие «комитет 300». Есть силы в этом мире, помимо божественных сил, в этом мире есть силы демонические. У демонов, на самом деле, есть одно желание – желание власти и контроля. И есть желание занять власть, и чтобы из вас сделать, если из вас когда-то сделают двуногие животные, а что такое двуногие животные? Двуногие животные ему главное дать есть и совокупляться. И еще возможность, чтобы вы ездили и фотографировались. Вот просто такая вот жизнь, знаете. И вы будете работать для того, чтобы потом поехать пофотографироваться, посовокупляться, обратно вернуться, опять работать. То есть вот делают вот такие люди. И поэтому сразу же, если вдруг вы начинаете размышлять о чем-то, если у вас начинает сознание побуждаться, они говорят, что это секта, ты попал в секту, на самом деле ты не должен этого делать. Ешь пей, веселись, гуляй. И поэтому дети – это то, знаете, слабое звено, на самом деле. Если детям внушить... Вы заметили, что у нас такое вот очень удивительное? Комитет по защите прав потребителей. Да? И если есть детей сделать потребителей своих родителей, то есть я не послушиваюсь. Я на самом деле смотрю, а что это ты себе так вообще? Я сейчас не позвоню. Моих знакомых посадили. Прекрасных людей. Прекрасный мужчина ему посадили в тюрьму. Потому что он сыну своему наподдал. Потому что сын до такой степени разбоялся, что он ему сказал, слушай, он мой и так разговаривал, он так. Потом он взял ему и сказал, я здесь сейчас в рюме, он замокнулся, он тут же набрал. Приехали, позвонили, посадили по три года в тюрьму. Он через три года вышел в шоке. Говорит, огромное количество родителей сидят. Понимаете? Это Израиль. И дело в том, что из нас хотел сделать в многих животных. Но, судя по тому, сколько сейчас людей получают знания, да, и судя по тому, что в этом мире, слава Богу, в Багдагите говорится, зло никогда не отговеет того, кто творит добро. Поэтому нас становится больше. У меня хорошая новость. И если там комитет 300, да, то наш комитет гораздо круче. Потому что мы благодаря всем вам, вы никогда в жизни не станете сплывными животными. И рядом с вами не будут. Потому что вы выйдете от крови света. И все больше и больше и больше. Вот на этой радостной ноте, с вашего позволения, я побежу в ледную. Спасибо. 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 Спасибо.